В Беларуси появится новый телеканал «Первый информационный». Его готовность уже проверили замглавы администрации президента Владимир Перцов, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмант и министр информации Марат Марков. Также в ближайшее время состоится запуск нового новостного портала news.by. В новом учебном году в учреждениях общего среднего образования появится 73 новых учебника. Уже издано 32 пособия, ещё 10 будут готовы до 1 сентября. Остальные в первые месяцы учёбы в основном это вторые части изданий. Одна из новинок – история Беларуси в контексте всемирной истории. Этот учебник в прошлом году прошёл апробацию в 14 школах Беларуси, получив высокую оценку педагогов-практиков. Министерство юстиции разработало интерактивную карту служб «Одно окно». Новшество представлено в виде карты Беларуси, на которой указано расположение служб в каждом регионе. При наведении нажатия курсора на изображение можно ознакомиться с краткой информацией. Например, указанный адрес, режим работы, сайт местного исполнительного и распорядительного органа. В городе на Березине проходит выездной республиканский семинар-практикум «Технологии управления общественным здоровьем в реализации национальной стратегии устойчивого развития» на примере города Бобруйска. ЦУР, напомним, включает 17 пунктов. Среди них – борьба с изменением климата, ответственное потребление и производство, качественное образование и гендерное равенство. В Бобруйске на Наумова, 47 в ближайшем будущем построят арендное жильё. В 10-этажном доме разместятся 80 квартир. Претендовать на метры комфорта смогут медицинские работники, независимо от должностей и стажа. Среди главных критериев – отсутствие жилой площади, достойные показатели в работе.